Здравствуйте, мои дорогие лесные и затейлевые! Очередный выпуск нашего проекта готов, и в нем Владимир Петрович расскажет о замечательном растении, о дубе. А я хочу вам еще один небольшой секрет открыть. В следующем году исполнится 25 лет, как Владимир Петрович вместе со своими коллегами учредил замечательную программу, которая называется «Дубы России». Если интересно, задавайте вопросы, и наверняка Владимир Петрович что-то вам интересно расскажет. Итак, внимание на экран. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня, чтобы поговорить о самом нежном дереве наших подмосковных лесов, мы забрались аж на Кудыкину гору. Это то самое место, куда все друг друга отправляют. Или наоборот, говорят, что мы туда направились. Помните такую присказку? Куда ты пошел? Ну куда ты пошел? Куда-куда? На Кудыкину гору. Вот и мы сегодня на Кудыкиной горе, чтобы обсудить, а почему же у нас такое нежное дерево пользуется таким вот почтением. О чем мы говорим или о ком? Вот у меня за спиной самый что настоящий наш дуб черешчатый. Почему он самый нежный, спросите вы? Ну, дело в том, что в молодом возрасте он вообще очень требователен к тем условиям, в которых оказался. Это только в самом таком преклонном возрасте, когда он наберет силу, мы говорим, что это дуб могучий, дуб великан, дуб патриарх и так далее и тому подобное. Да, именно этот былинный дуб является местным обитанием кота-сказителя, русалки и прочих-прочих разных сказочных персонажей. А в молодом возрасте все у него не так и просто. Давайте разбираться. Справедливости ради мы скажем, что подмосковная Мещера не самое благоприятное место для произрастания дуба. Тем не менее, это наша самая обычная древесная порода, которая даже на песчаных почвах, на почвах, где, может быть, местами происходит даже заболачивание, он у нас присутствует. Вот я вам не вру, вот это самые настоящие дубы. Они, конечно, не сравнятся с дубами Шипового леса, с Воронежской областью, да, с другими регионами, но, тем не менее, мы наши дубы очень любим. Что происходит с деревом, да, что происходит с дубом? Когда вырастает семечко, желудь, оно куда-то падает, да, очень важно, чтобы у дуба над головой было открытое пространство. И как говорят, да, любители афоризмов и лесоводы, что дуб любит расти в шубе, но с открытой головой. Или в шубе, но без шапки. Вот чтобы не было шапки, да, то есть над головой у дуба не должно ничего присутствовать. То есть, чтобы дуб оказался на открытом месте, ему должны помочь друзья и помощники. Самый главный друг и помощник, и главный дубосажатель, это наша сойка, которая переносит желуди на какие-то опушки, на вырубки, на прочие открытые пространства. Если же желудь окажется под пологом других деревьев, он, конечно, прорастет. Но будет долго мучиться, будет это кривое деревце расти. И потихонечку от недостатка верхнего освещения у дерева отсыхают верхушечные почки. И вот сейчас мы внимательно, да, поближе посмотрим, что происходит с таким деревом. Вроде бы уже молодое, взрослое, такое подросшее дерево. Но посмотрите, какое оно кривое, да, что с ним вообще тут творится. Отмирает верхняя почка, но дерево не гибнет. Вместо вершины начинает расти какая-то из боковых ветвей. Затем отмирает и эта новая вершина. И так происходит много-много раз. В результате формируется вот такая кривулина, непонятные формы, которые не годятся ни на что в хозяйственном плане. Но для природы это очень важный, очень нужный элемент и компонент. Вот перед нами пример как раз такого достаточно кривого дуба. И вот сейчас мы поближе подойдем, покажем. Вот судя по всему, вот здесь был когда-то побег. Он засох, появился изгиб ствола. Потом, видимо, вот здесь появилась новая вершинка. Со временем, да, и вот здесь произошло повреждение верхнего побега. И дальше, и дальше, и дальше. И вот он в таком кривом состоянии. Очень долго может расти, очень долго может держаться. И цепляться за жизнь. Но, конечно, уже такого полноценного нормального дерева, дающего желуди, из такого дуба уже, может быть, и не получится. Ну, к сожалению. И вот за моей спиной видно, что дуб уже перегнал практически... Вот мы так камеру поднимем. Перегнал уже практически соседнюю сосну. Хотя сосна растет гораздо быстрее. И здесь у него уже появляются определенные шансы. Шансы на то, чтобы выйти в верхний, в первый ярус. Хотя сосны с боков его вполне себе уверенно и активно прижимают. И тут еще нужно подумать, а кто же вообще победит в этом соревновании. Сосна более активна, более агрессивна. Дуб, конечно, более задумчив. И если уж ему не повезло с кем-то сообща по соседству расти, то, конечно же, жизнь у него будет очень непростой. И еще один момент, связанный с изнеженностью дуба. Цветение его начинается в момент распускания листьев. В Подмосковье это обычно первая декада мая. То есть примерно на 9-10 мая зацветает дуб. И очень часто именно в эти дни, в эти недели у нас случаются такие неприятные заморозки. Вот нежные побеги дубов очень серьезно повреждаются и поражаются вот такими заморозками. И если пораженные померзшие листья и новые побеги потом отрастают, то дубовые сережки, именно так называется дубовое соцветие, дубовые сережки уже не восстанавливаются. То есть достаточно, например, одного весеннего заморозка, как целый год мы будем говорить о том, что у нас отсутствует урожай желудей. Это серьезное бедствие для многочисленных лесных обитателей. Вот такой вроде бы былинный богатырь, но очень трепетно относится к условиям своего произрастания. Спасибо. 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 Спасибо.